добрый день дорогие друзья добрый день на нашем канале каждый день добрый день меня зовут олег девушку зовут сегодня снимает лора всем привет и мы сегодня вдохновленные вашими комментариями решили продолжить тему влогов и снять наш прекрасный город кронштадт мы сегодня никуда не едем и просто решили погулять в субботний день показать показать наши самые любимые места у каждого они свои какие-то у нас вместе но чем нам наверное больше всего дружно нравится кронштадт но чем нам всем нравится кронштадт то что здесь это небольшой остров и можно сделать всего шаг и уйти от старых стен оказаться на настоящем море за улицам прячется прекрасно я надеюсь эту стену будет восстанавливать я думаю что скорее всего туристы сюда особо не заходит но здесь в основном обитают местные жарят шашлыки да это пока единственная зона свободная турист посмотрите как у нас тут красиво и поют птички да здесь идет стройкой я так понимаю что планируется что-то вроде лодочной станции что-то такое не знает вот новые постройки это вот раньше здесь были как они называются гаражи сейчас такая красота это наша дамба мы очень любим это местечко здесь есть вот такая аллейка вдоль залива по ней приятно гулять тем более когда такая вот солнечная теплая погода что большая редкость для питера красивые места пчеловодское хозяйство на пройти вот по этой косе а давайте пройдем папа и одуванчик это так романтично и трогательно да кстати удивительно на сегодня нет людей которые жарят шашлыки а лишь люди которые жарят обычно шашлыки еще не проснулись они спят после пятничного вечера так что все впереди в этом тоже есть свой кайф что нет никого и мы одни прекрасно детки мечтают детки не кричат пьяные песни и вот мы уже доходим до конца наши косы а там происходит наш первый запуск дрона сегодня знаменательное событие наконец-то мы на это решились так историческое событие наш первый запуск дрона волнительно наконец-то мы решились спустя полгода можно сегодня даже удастся полетать как ваше ощущение волнительно одно дело тренироваться дома снимай нет Субтитры подогнал «Симон» 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 Олег, расскажи, что это за сооружения такие Вот такие Подойдем поближе Ты нам все с умным видом расскажешь Да, Соня скажет с умным видом, что папа подготовился Да, давай, становись Помимо основных, хочу рассказать Помимо основных оборонительных сооружений Стен, портов безусловно Были такие дзоты, которые прикрывали Которые прикрывали малозащищенные места острова От различных диверсантов и так далее Ну, они все остались Здесь были пулеметные точки и так далее Спасибо Здесь, потому что у нас нет, можно было подойти С этой стороны неприятеля Чтобы этого не случилось Вот такие вот дотики были всякие, бетонные Сейчас они запрошены К сожалению К счастью, Лора, еще раз к счастью Может быть, нет войны Нет неприятеля Но я имею в виду, что все равно это исторические сооружения Они в выпадническом состоянии Но зато у нас здесь есть вот такой вот пляж дикий Купаться здесь не купаются Но вечером посидеть, посмотреть закат Очень приятно Единственное, что действительно бесит Это то, что люди оставляют свой мусор Ну, неужели вот вы принесли продукты с собой? Почему вот это все не унести с собой? Что с днем рождения? Ну, свиньи, честное слово Наши пионеры решили сделать доброе дело И выбросить мусор Минутка бахвальства Олег, расскажи, куда мы пришли Это место одно из моих самых любимых Не знаю, наверное, девочки поддержат Здесь у нас здание водоканала Тоже такое непохожее Оно больше похоже на драматический театр какой-то Сейчас Лоран, наверное, покажет его Здесь наш музей кронштадтский Кстати, да, там очень интересно Интересная экспозиция Как я понимаю, сюда не часто возят туристов Почему-то в эту часть А вот там очень прикольная выставка У нас будет на нашем канале Валерий Константинов Валера, привет! И его банда Это демюрки хлама Те, кто создает из ничего Великие произведения Вот здесь тоже проходят конкурсы У нас в Кронштадте Когда из различного мусора собираются Арт-объекты Арт-объекты Произведениями искусства не назову Произведениями у Валерки А это арт-объекты Потому что такая интересная атмосфера Там памятник Пойдемте посмотрим Птенец Я думал, если честно, что это какой-то динозавр Но это птенец На казапах тоже На казапах Здесь понятно, это рыбка Может быть не все, так очевидно Рыба Это, по-моему, крокодил называется Я уже не помню Любимый крокодил из коряги Да А это... Я не помню На нашего буншу похож Точно Одно лицо Мне, конечно, больше нравится Конь, к которому мы сейчас подойдем О, что это новое Это песочные часы А мы сюда, видимо, не подходили Ну, или его не было Я не помню такого Интересно Чего-то железного С камушками Песочный А это, скорее всего, дерево, которое вынесло с финского залива Вот интересно, птичка эта старая? Да нет Я думаю, что сейчас И вот мой любимчик Кронштадтский пегас Я почему-то его все время троянским конем зову Потому что есть дерево Наверное Идемте смотреть наш пляж Не, подожди, там пляжи еще есть места Какие? А сейчас покажу Ну, давай А это мое любимое место в Кронштадте У нас есть вот такая вот часовенька небольшая Не отворачивайся, говори в камеру У нас есть вот такая вот часовенька небольшая Но, к сожалению, она все время закрыта И остается загадкой Что же творится за дверью? Ну, не ломай дверь часовни Там даже не видно ничего Да Нет, там какой-то стол стоит Что-то очень красивое Да Стол Очень красивое А можно я покажу еще одно место, которое мне нравится? Оно, в принципе, конечно Наверное, как достопримечательность не очень великая Но как историческое событие грандиозное И все проходят мимо Сейчас мы подойдем Вот такой монумент Да, я расскажу Небольшой монумент, но если мы с вами прочтем В июле 1656 года У острова Котлин Флотилия Донских Донских казаков И московских стрельцов Одержала победу над шведами Ребята, вдумайтесь За 50 лет до того, как Петр основал Петербург Ребята, наши донские казачки Московские стрельцы Уже наводили ужас на шведов Я не понимаю От казаков Санкт-Петербурга 21 века Ну, я горжусь, что немножко поучаствовал в создании этого монумента А как ты поучаствовал? А я занимался... Да, прекратил Ну, мы занимались сбором средств А расскажи, пожалуйста, как ты поучаствовал Просто я эту историю первый раз слышу Мы занимались сбором средств для создания этого памятника И еще одного, который не случился, к сожалению, до сих пор Но с этим случилось Потому что я казак Да, как выяснилось Да, потомственный казак И Исаул Вообще-то у меня и шашка есть Да Две Две Пошли, а покажи со стороны, как вы Сейчас мы приближаемся Точнее, уже идем по Тулонской аллее Она ведет к пристани Южной пристани К южной пристани Да, у нас есть зимняя пристань Есть южная пристань И на южную обычно тоже, туристы не очень Ну, я думаю, что сейчас она будет более популярная Здесь у нас построили новый жилой комплекс Не так давно его сдали Буквально полгода тому назад люди заселились Вообще в Кронштадте что-то новое Не строят Это второй жилой комплекс за все годы В центральной части Да Это аллея Тоже одна из самых наших любимых Мы на ней Мы по ней, наверное, каждую прогулку ходим Практически каждую Потому что мы идем на стадион У нас очень хороший стадион Здесь вот наш любимый стадион Покажем вам со стороны его Здесь футбольные поля Теннисные корты И находится он прямо на берегу залива Здесь приятно заниматься спортом Пробежками Всегда свежий ветерок И он достаточно такой хорошо обустроен Есть боксерские ринги Есть даже какие-то тренажерные залы с железом Открытые, бесплатные Да Настольный теннис Баскетбольные, волейбольные площадки Баскетбольные теннис Да И все бесплатно Мы решили пройти по самой аллее Передать вам эту атмосферу Когда вокруг зелень Сверху голубое небо Красота Кстати, Лорд, можно скажу? Да Зрители после прошлого влога спрашивали Почему Кронштадт, почему не Петербург Это идейно или что-то еще В Кронштадте подкупает ощущение атмосфера курорта Особенно, когда прекрасная погода Ты иногда теряешься, где я нахожусь И вот вроде это Питер, а вроде совсем не Питер И это море везде Вот как мы с вами шли Раз, сделали шаг и оказались на заливе И ощущение, ты теряешься Особенно, когда едешь по дамбе летом Это лазурный берег или что-то, вообще непонятно И вот это фантастическое микс В Кронштадте, он очень сильно подкупает Но надо все-таки переехать на ту сторону Кронштадта Мы покажем, но это другое видео Это вообще другая история Северная часть Это отдельное видео Это заповедник, это отдельное видео Это очень здорово А смотри, там что-то сегодня происходит Еще одно мое любимое местечко Вот такой вот скверик на берегу залива Это памятник Здесь Да, памятник, монумент Петергофскому десанту тоже ребята пошли Нужно было отстоять, очень многие погибли Памятная езда к Петергофскому десанту В 41-м году был бросок отсюда Попытка отбить Петергофью Ну вот видишь, сколько народу полегло Из Кронштадтского гарнизона Ребята сложили голову Здесь свои Здесь так тихо, уютно Водичка рядом И вдалеке маяк Здесь мы как-то зимой с дядь Валерой Жарили колбаски Прямо здесь Ну там чуть-чуть в стороне Ну на пристани, наверное Это было очень холодно Но прикольно Валерка привез мангал газовый Картошку Сардельки И это все было какого-то там 2 или 3 января На холодрыге это было вообще фантастика Такое действо Ну вы прям как мальчишки Как мальчишки, да, полеганили Да, а тут наше море Прямо плещется А все планируют, что там будет яхт-клуб Ну, может и будет Да Там интересная набережная Новая, не набережная, прогулочная зона Мы ее постараемся показать Но она еще не открыта Да, ее еще не доделали Не доделали, но уже интересно А вообще она будет отсюда идти туда Ну, красота Как можно не любить Кронштадт? Сейчас мы с вами пройдем на пристань От нее уходят прогулочные катера Так, для информации, если кто захочет покататься И это излюбленное место наших рыбаков Здесь, по-моему, круглые сутки Стоят люди И с переменным успехом что-то тягают Мы тоже собираемся Слушайте, ну вода ушла Ее было больше намного Такие люди тоже случаются Появились кассы для морских прогулок Но пока ничего не продают Мне это тоже очень нравится Когда отдых на природе Лежишь и у тебя Да-да-да-да-да Вот мы ходили в Кисловодске Когда гуляли Дядечка шел у него И из себя, как-то орала Думаю, как ты расслаждаешься природой Старик Вокруг Красота Знаешь, горы Виды И у него олёт вот эта машинка, и он куда-то улёт, может, пригот. Я хочу на катере прокатиться. Давайте прокатимся. Сейчас я сейчас еду капитану по голове. Помню. Забросил бы. Капитана, который я спрятал. Капитан, который я спрятал. Капитан. Капитан. Там вдалеке виднеется башня. Капитан Газпрома, который мы вам показывали в предыдущем выпуске. Где-то там Петергов, Ломоносов. Где-то здесь София Олеговна. Здорово же? Конечно, да. Здесь прилично. Здесь же подходили катера. Да, это раньше было постоянно работающее летнее пристало. До, врать не буду какого года, надо будет там посмотреть, но 87-го. Единственное, когда можно было добраться до Кронштадта, это только водный транспорт. Да, я еще помню, как мы ездили на пароме с Кронштадта до Петергофа. Ходили катера, больше ничего нет. Это было очень романтично. Потом появилась там, где сейчас дамба, появилась временная дорога, которая постепенно становилась дамбой. Интересно же посмотреть, какая чудо-рыба ловится в наших водах. Форель, треска. Кто что, делайте ваши ставки, господа. Я ставлю на радужную форель. Сейчас посмотрим. Вон идет, идет рыбка. Пока не вижу. Вот такой красавец. Спасибо большое. Ай, красота. А что это? Ёрш. Ёрш. А, мы маленьких тягали, а это вот он таких больших размеров достигает. Класс. Так что, Олег, здесь рыба есть. Ну, скажу вам честно, это было одно из тех мест, где мы и планировали, прежде всего, половить. Ну, да. Вот не половим, наверное, да? Красивый вид на старую яблоню и маяк. Здесь у нас, кстати, яхт-клуб, где обучают деток. У них здесь проходят различные соревнования летом. Прямо они такие серьезные яхтсмены, да? Кому-то интересно будет, по городу ходят маршрутные... Третий автобус и второй автобус. Единственное, что и ходят, они довольно-таки редко, поэтому... Ходите пешком, как мы? Не все ходят пешком, как мы. Можно доехать и на автобусе. Ну, да. Техи сюда достаточно изрядно. Остановочка, кстати, конечная остановка 405-й маршрутки, 407-й маршрутки. Именно вот здесь. То есть, в принципе, от Черной речки можно доехать вот сюда. Да. От Черной речки и от просвещения. Пошли на наш городской пляж. Он у нас обустроен. Есть душевые. Есть кабинки для переодевания. И даже сделали вот такие вот мостки, по которым удобно идти. Вдалеке виднеется один из фартов. Ой, люди купаются. Как же они купаются? Ну, хоть и написано, что купаться запрещено, да. Люди все равно купаются. Но вода относительно чистая. Относительно города она чистая. Ну, мы раньше здесь купались. Да, мы тоже. Я тоже. И я тоже. И я тоже. Да ладно. Мы все купались здесь. Мы все купались. Давно не обновляли. Хотя температура воздуха плюс 22. Наверное, обновляют. Воду не обновляют, чтобы пугать. Идем на стадион. Показать его вам. Тем более, у нас тут проходят какие-то соревнования. Тягущий город, по-моему, называется. Посмотрим. Сонька, не хочешь попрыгать? Я знаю, что хочет Сонька. Сонька хочет мороженого. Незаложеного. Так, что здесь есть? Может, сладкая вата, Сонька? Ммм. Сосисочки. Не, после той сосиски в тесте. Так. Давай, я сейчас шаверма. Жареное мороженое. Праздник-праздник. А сегодня праздник у вас? Да, здесь праздник. День защиты детей. Три часа будет концерт. Концерт, да. Вот он. Счастливый ребенок с праздником тебе. А, там было написано. Счастливые родители, счастливые дети. Да. Вот оно сошлось. Привет. Я пробую. Ну, давай. Пойдем, вот так нам. Пойдем. Я в своем саду первый раз ем жареное мороженое в Кронштадте. Один раз ела в Питере, мне ужасно не понравилось. А здесь очень даже классненько. Плещет море. У нас сегодня премьера. Мы впервые вышли на новую прогулочную дорожку. Мы никогда ее еще не видели. Только появилась возле живого комплекса. Форпеция. И вообще мы никогда здесь не гуляли. Угу. Вот и часы. О, здесь прямо лодочки стоят. А смотри, песочек такой. Да. Остатки деревянных свай. Часы. Часы. И часы. Здорово. Кажется, лодочные пачки. Да. Достаточно аккуратно. Молодцы. Слушайте, а смотрите, какие скамейки. Где? А вот. Тоже стилизованы. Подстаринность. Угу. Молодцы. Ну, на самом деле, они высаживают уже деревья с корнями готовые. Что же немаловажно. Что они наверняка примутся. Нет. Даже не знаю. Но мы можем посмотреть, на самом деле. Зайти в приложение и посмотреть, что это у нас есть. Ну, юные ботаники, не знаете, что это? Не знаем. Мы надеемся, что наши зрители подскажут, что это за прекрасное. Уже деревья прорастают, да? В старых слоях. Ага. Так здорово. И лодочки прогулочные ходят. Смотри, достаточно много покатушек вот. Угу. Ну что, мы довольны? Да. А вам понравилось, друзья? По-моему, неплохо. Что, будем заканчивать на этой ноте? Давайте, да. Потому что мы уже погуляли. Я думаю, вы нас уже немножко посмотрели сегодня. Мы поняли, что Кронштадт за один влог не показать. И даже за два, и за три. Давайте на этой радостной солнечной ноте сегодняшний влог закончим. Пишите ваши комментарии, понравилось ли вам, продолжать ли нам эту историю. Ну, нам кажется, что уже продолжать. Отличного вам настроения, крепкого здоровья. Спасибо, что смотрите нас, пишите ваши комментарии. Всего вам самого наилучшего. И пусть каждый ваш день будет добрым. Пока. Пока-пока. Пока.